Микс Ньюс. В первой части у нас министр охраны среды и регионального развития Юрий Спуца. Доброе утро. Доброе утро. Ну, вот можно сказать... Вчера исторический процесс, да. Да, горячая тема, и вот сразу ее сегодня и обсудим с кем, как не с вами обсуждать. Это сразу напомню телефон на прямого эфира 67212-93-9, 67213-93-9. Да, административная территориальная реформа вчера Сейм в окончательном третьем чтении поддержала. И вы сказали вот вчера, что это такой промежуточный финиш. Может быть, чуть пояснить нашим радиослушателям, почему это промежуточный финиш? Потому что не все, может быть, углублялись. Все знают, ну, те, кто следил за новостями, что теперь будет место 119-42. Самоуправление 10 городов с таким статусом, больших городов. Но я так понимаю, что еще этапы будут и принятия разных других законопроектов. Поясните. Ну, в первую очередь, самые новые самоправления начнут свою работу с 1 июля следующего года. Так что еще год работы впереди, чтобы новые самоправления были готовы к выполнению этих функций. Вчера принятый закон говорит о том, чтобы уже начиная с того момента, когда закон вступит в силу, самоправления должны работать вместе, разрабатывать совместный административный проект, административное объединение, как будут работать все учреждения, какие будут услуги, которые будут предлагать, потому что там есть, конечно, различия, в каждом самоправлении сейчас они не одинаковые, какие будут совместные услуги, которые они будут предлагать, чтобы с 1 июля самопределения могли начинать работу, ну, не ждя, пока там создадут системы и так далее. И это очень важный вопрос, закон это делает как обязательная работа самопределений, но и государство конфинансирует этот процесс, это тоже очень важно. Так что это будет, если смотреть на вопросе, сколько еще работ надо проделать, очень много, чтобы новые самопределения могли начинать работу. Есть, конечно, и работы, которые должны делать еще парламент, уже сейчас в парламенте два закона, которые связаны с выборами, там надо изменения принимать. Я думаю, что это, как понимает, ответственная комиссия уже в пятницу рассмотрит и те законопроекты к третьему чтению, так что это вопрос, когда они будут, ну, наверное, в июле будут приняты в парламенте. Ну и есть еще законы, которые в этом, вчера в принятом законе было обозначено, что еще надо разрабатывать и принять новые законы, там, об административных регионах. Есть изменения в регуляции кабинета министров, там, адресации и другие, которые еще правительство должно принять после принятия этого закона. Так что работы еще много, но, конечно, это очень важный вопрос, потому что все эти другие, ну, новые направления, они только потому, что сейчас можно работать, потому что был вчера принят закон. Это, как бы, можно сказать, такой основной закон этой реформы. Базовый, да. Базовый этой реформы, так что я, конечно, сам считаю, что это очень хорошо. Вот там фигурирует такое вот понятие, как нулевое самоуправление, где вот на местном уровне жители тоже смогут каким-то образом выбирать местных представителей, которые будут решать свои вопросы. Что это такое? Это какие-то, это все-таки будут какие-то полноценные выборы или это что-то в виде опроса, как это будет происходить? Ну, в самом законе такого нулевого самоуправления нет. Нет, это такой, можно сказать, сленг, который жаргон политически этого решения. Это идея о том, чтобы некоторые вопросы, мы не создаем новые самоуправления, еще один уровень самоуправлений. В этих самоуправлениях, в этих 42 самоуправлениях будут такие вопросы, которые могут решать жители там конкретного села сами, не ждя, пока краевая администрация принят решение. И я думаю, что это очень демократический, очень важный процесс и хорошо, что такое будет. Конечно, еще придется принять решение, как это именно будет работать. Сейчас только это как направление, как задача. Мы, министерство, начали работу к новому закону об самоуправлении вообще, и там, конечно, это будет одна из составляющих частей этого закона, будет именно как это будет работать. Будет ли это прямые выборы или не прямые выборы, это еще будет решать и парламент, когда будет принимать решение о законе о самоуправлении. Да, но что касается июня следующего года, когда у нас выборы в самоуправлении, значит ли это, что они пройдут именно в 41 самоуправлении? Ну, поскольку Рига в этом году выбираем, да. Да, в 41 самоуправлении будет проходить выборы. Уже по новой системе, да? Да, в новой системе в начале июня, если помню правильно, в 5 июня будет выборы, и будет 41 самоуправлении будет выбораться. Что для простых жителей означает вот это вот соединение, объединение и уменьшение количества вот этих делений? Простой житель, который жил в каком-то небольшом городке, теперь у него поменялось, ему надо в другое место ехать для оформления документов. Что для него, кроме названия его региона, меняется? Ну, в первую очередь, я очень бы хотел, чтобы жителям больше никогда не надо было где-то ехать. Я думаю, что это вообще концепт другой времени, где самоуправление или правительство где-то сидит и ждет, чтобы люди приходили к ним. Мы живем в 21 веке, и эта эра борьбы с инфекцией COVID показала, что наше общество и наши правительственные и самоуправленческие институции они вообще готовы дать свои услуги, не ждя, пока люди приходят к ним. Есть и электронные возможности, и другие. Так что я считаю, что это такой, ну, это факт, когда говорят, что людям придется где-то ехать подальше, это такой, можно сказать, ну, не совсем аргумент, который соответствует нынешней реальности. И вообще-то основание и по закону обозначено, чтобы они не должны дать возможность получить свои услуги во всей своей территории. Так что они должны организовать систему выдачи услугов так, чтобы люди могли получать, даже если они живут в отдаленных местах в этом краю. Но сама система, людям что будет меняться? Среднее самоуправление, краевое самоуправление сейчас с 8 тысяч жителями. Краевая в инвестрации после этой реформы будет средняя с 28 тысяч жителями. Любой житель, мы можем посчитать, посмотреть, он дает, ну, он платит налоги и дает возможности самоправления выполнять свои функции. Так что мы можем сказать, что средний бюджет самоуправления вырастет в три раза. Это и новые возможности инвестиций, это новые возможности привлечения инвестиций, в том числе частных инвестиций. Это новые возможности привлечения качественных работников, которые будут работать на самоуправлении. Очень важно сейчас, очень много из тех услуг, которые предлагается в управлении, уходит от таких административных. Они становятся экспертными услугами, где мы ожидаем, чтобы работник самоуправлений сделал экспертизу перед принятием решения. Но экспертиза, конечно, стоит больше, чем просто административная работа. И в этой ситуации мы, конечно, есть больше возможностей привлечения работников, которые нуждаются в более высоком окладе и которые могут принимать такие решения, которые нужны жителям. Так что это, конечно, постепенный процесс. Сразу 1 июля 2021 года все это не становится реальностью. Инвестиции накапливаются постепенно. Те работники, которые могут получать побольше оклада и делать лучше работу для жителей, они постепенно нанимаются после этого 1 июля. И жители почувствуют изменения не сразу, но изменения будут очень большие. И каждое самоуправление может гарантировать выполнение всех услуг, которые сейчас по закону самоуправление должна выполнять. До этого мы до сих пор живем в ситуации, где в законе записано, что самоуправление должна это делать, но они не выполняют. Потому что нет возможности, но я не могу как министр требовать, если в самоуправлении меньше, чем тысячи жителей есть такие в Латвии, как я могу выполнять, чтобы они выполняли все функции, которые в законе обозначены. Ну вот это следующий вопрос, как будет осуществляться вот этот надзор, самонадзор, отчетность, потому что понятное дело, что задумка вы вкладываете в это одно, а как это будет исполняться, мы знаем, что иногда результат и исполнение не совсем те, которые задумывались изначально. Как вы будете следить за тем, чтобы действительно все было так, чтобы были учтены все мнения, чтобы не только там централизованно какие-то решения принимались и действия происходили? В первую очередь могу сказать, что это только частично ответственность государства следит за этим. Самоправление демократическое выбирается, это политический процесс, так что выборы это процесс, где можно понимать, какие будут направления работы. И мы все, как избиратели каждого самоправления, можем задавать вопросы и делать свои приоритеты, которые мы и требуем от этих потом выбранных депутатов, чтобы они принимали решения. И там есть такая, ну, в работе правительства самоправления есть такой принцип, что мы можем следить за того, чтобы выполнялся закон. Это важно. Но то, как он выполняется или какая именно система выполнения, работает конкретное самоправление, это и их внутренний политический вопрос, где их жители конкретно самоправления и выбирают направление. И это очень важный вопрос. В Латвии люди не очень активно участвуют в выборах самоправления. Я думаю, что это факт, что это надо менять. Мы, как избиратели, и ответственны, тоже ответственны за свой выбор. Но эта ситуация, она может как-то поменять, это мышление людей в том числе, может их как-то подтолкнуть? Ну, я думаю, что, ну, например, это, конечно, очень трудный вопрос и с трудным ответом. Я лично читаю, что, например, этот нынешний кризис и нынешняя борьба с эпидемией показывает то, что нужда в обществе того, чтобы государство и самоправление предоставляли хорошие, качественные услуги, очень велика. И мы должны понимать свою как бы составляющую часть в этом процессе, что это не просто так, что есть какая-то отделенная от нас власть, которая что-то делает. Это и вопрос, что мы от власти требуем, как мы сами участвуем в демократическом процессе, как мы принимаем решения и что мы потом, когда власть выбирается, что от них мы получаем. И это регулярный процесс. Демократия в том и сильна, что мы регулярно можем требовать улучшений. И я думаю, что постепенно этот процесс, конечно, улучшается. Мы как общество учимся демократии и становимся сильнее. Но это, конечно, постепенный процесс. То, что видно, если сравнить то, что делает уже тот факт, что самоправление побольше, чем поменьше, мы можем сравнить, если сравнить перечень тех услуг, которые предлагают те самоправления, которые побольше, которые поменьше. И различия очень большие. Те самоправления, которые побольше, у них побольше возможностей. Они могут создавать услуги, которые, можно сказать, ориентированы на более фокусованные группы. И, конечно, у них есть возможность вообще разрабатывать такие экспертные услуги, которые маленькие самоправления просто не может. И это процесс, который шел без такого очень большого управления со стороны государства. Это просто из-за того, что самоправления, конечно, тоже заинтересованы, политически заинтересованы быть и предоставлять те услуги, которые их жители не нуждаются. – Мы помним, что предыдущая реформа, которая случилась как раз в 2009 году, практически 11 лет тому назад, тогда самоуправлением обещали, какие-то деньги выделяли и говорили, ну, ребята, если вы добровольно реформируетесь, пойдут финансы. Что вообще сейчас? Потому что ясно, что многие жители, которые, может быть, так в нюансах не вдаются в подробности реформы, они говорят, ну, а что от этого? Ну, вот завтра что у нас? Появятся дороги, рабочие места, там, не знаю, предприятия. Вот, может быть, несколько слов о развитии вот регионов. – Ну, предыдущая реформа, этот процесс был, 10 лет подготавливался, и более 3 года, когда, ну, можно сказать, если так дипломатично говоря, находились стимулы для объединения, если нет, так дипломатично просто подкупали. – Ну, откупали, да. – Самоприняш, мы принимали решение. Ну, 200 тысяч латов тогда была сумма, которую получала каждая волость, когда, если я не принимал решение об объединении. Ну, в этом этапе реформы мы так не делали. У нас нет добровольного процесса объединения, у нас сразу предложение со стороны правительства, и мы, конечно, ну, не ждём, что, ну, там, какой, можно сказать, подкуп нуждается в этой ситуации. То, что мы предлагаем, мы предлагаем программу, которая нужна жителям, это программа ремонта региональных путей. Сейчас мы окончили работу вместе с регионом планирования и с Латвий-Свал с целью о том, который именно в этапе дорог должна ремонтироваться. Эта программа, так называемых 300 миллионов, сейчас создана. Мы, как бы, ориентировались на то, что эта программа начнётся в следующем году, это будет идти на 4, может, 5 лет, но из-за того, что в кризисе были приняты решения о дополнительных денег, выделены на ремонтах путей, уже в этом году, ну, почти 40% из этих 75 миллионов уйдут на те пути, которые обозначены в этом плане. Так что мы уже начинаем выполнять этот план, и, ну, люди получат лучшие дороги, возможности доступа от их центров, где они сейчас живут, от центра административного центра новой территории, это, я думаю, что очень хорошо. Но то, что важно, ну, сейчас мы очень хорошо это видим. Государство видел возможности получить программу, наше министерство эту идею подвигало, а возможности брать ещё займы с самоправлением, чтобы там осуществлять, например, проекты ремонта тех же дорог, ремонт, там, повышение энергоэффективности их зданий и так далее. Мы первый месяц в мае получили заявки от самоправлений, и если посмотреть, ну, довольно-таки много, 173 заявок, не все ответствуют требованиям, но это нормально, это всегда так. Но если посмотреть на те заявки, там большинство из этих заявок, ну, 80% от самоправлений, которые побольше. И получается, и это, я понимаю, почему у них побольше ресурсов разрабатывать проекты, они побыстрее реагируют на сигнал правительства и решения, они уже готовы своим, можно сказать, портфолио проектов, которые могут подавать, а самоправлений, которые поменьше, они не могут делать эти необходимые инвестиции, и, ну, эти проблемы с тем, что у нас, ну, та неравнемерность развития только возрастает. И потому и нужны, чтобы все самоправления были хотя бы сравнимы и могли эти проблемы решать, чтобы была такая... И, ну, я думаю, что то, что мы увидим после 1 июля, будет и новая возможность собирать займы, и будут новые фонды, европейские фонды, и когда эти самоправления будут работать, новые большие самоправления, у них будет возможность развивать всю территорию Латвии. И я думаю, что это очень важное достижение этой реформы. И я уверен, что в долгосрочной перспективе это будет иметь очень хорошие последствия. Если говорить о минусах и о недовольствах, мы знаем, что и в общем-то решение, и обсуждение этой реформы, и несмотря на то, что вы ездили, и много общались с людьми, все равно было очень много вопросов, очень много критики. Сейчас ожидаете ли вы, что будут, не знаю, в том числе, может быть, в суд кто-то будет обращаться, потому что там Ишки очень активно выступали против, и в общем-то остались самоправления, которые недовольны тем, что сейчас происходит? Нет, ну я уверен, что будут иски перед консольным судделом. Я думаю, что это, ну, объективно это просто произойдет. И в предыдущей реформе это тоже случалось. Более чем 50 самоправлений предыдущей реформы подали иск суд с отверстами. Суды рассмотрели этот иск, очень значимые решения суда принялся в 2010 году насчет этой реформы. Там очень оценивался весь процесс, как он должен проходить. Мы брали это решение суда, как, можно сказать, путеводитель, как должны мы принимать свои решения. То, что суд с отверстами особенно четко в этом приговоре говорит, он не говорит, что окончательное решение должно принимать парламент, об отделении, чтобы парламент и правительство должно перед этим выслушать самоправлений, получить их предложение и оценивать это предложение и принимать решение. И этот процесс приходил не только перед принятием решения Кабинета Министра, когда Министерство организовало консультации самоправлений, и в ответственной комиссии парламента тоже проводило консультации и перед вторым чтением, и перед третьим чтением, и получали сотни предложений, все рассмотрели, все самоправления могли высказаться. Ну, не все, конечно, получили то, что хотели, но это суть демократического процесса, это ответственность парламента взвешивать эти все аргументы, которые есть и у самоправлений, и у министерств, и у других членов нашего общества в этом ситуации, и принимать окончательные решения. Так что я уверен, что иск будет, я достаточно уверен в юридической основе принятия решения, и очень важно, что есть возможности к консультационному суду высказаться на этом направлении, чтобы мы знали, как и правильно делать такие процессы в дальнейшем. Я демократический процесс, с телефона прямого эфира напомню, 67212-93-9, 67213-93-9, и номер WhatsApp-а 2306191. Да, есть такой фонд выравнивания, будет ли там изменения, потому что зачастую это используется во время предвыборных кампаний, многие политики говорят о том, Витя, ну, Рига и так выделяет, там, в прошлом году 92 миллиона, мы и так финансируем, не знаю, большинство самоправлений, которые, ну, к сожалению, сами без такой государственной поддержки фонда выравнивания выжить не могут. Что сейчас может измениться? Ну, в первую очередь, система выравнивания средств, которые есть в самоплении, необходима. И в дальнейшем, да? И в дальнейшем. Нет такого государства, где была социоакуалитетическая ситуация во всей территории, была равномерно развита. Нет такого государства в мире, и не будет. И в Латвии не различается в этом плане. Так что есть необходимость, из-за того, что люди, жители Латвии живут по всей территории, они везде имеют право на получение равномерных услуг, независимо от того, есть ли там мало или много денег в самоправлении, из-за того, такая система выравнивания должна существовать. Мы в правительственной декларации, у нас обозначена задача разработки новой системы выравнивания финансов самоправлений, это задача Министерства финансов. Они работают в этом направлении, будет предложение. И они просто ожидали, это нормально, процесс закончения этого процесса. Потому что это модель выравнивания, это не теоретическая модель. Вы должны это разрабатывать, моделировая на конкретные самоправления, как изменяется финансовая ситуация конкретных самоправлений. И они сейчас, я думаю, в течение ближайшего времени уже предложат свое решение правительству. Но нет такого, что многие самоправления, по крайней мере, это было до реформы, зная, что все равно они получат определенные деньги, у них пропадает, у местных властей стимул самим, не знаю, как-то способствовать созданию рабочих мест, привлекать инвесторов и так далее, и так далее. А со мной деньги дадут? Ну, есть, конечно, это и факт, есть ситуации таковые. Я считаю, что один из очень важных факторов изменения в том, что мы должны изменить... Ну, сейчас система само финансирует самоправление, самый большой их доход из подоходного налога. И подоходный налог, он самоправление получает не от того, где рабочее место конкретного жителя, но от того, где он живет. Конечно, самоправление должны получать деньги из того, где он живет. Но очень важно, чтобы он использует сервисы в том самоправлении, где он работает. И эту систему найти, модель, чтобы оба получали, очень важно. Это, конечно, изменило бы финансов, особенно изменило бы финансов тех самоправлений, которые находятся рядом с большими центрами развития. Большинство ситуаций в Латвии после этого реформы центра развития будет вместе с сельскими... в одном самоправлении. В этой ситуации, конечно, это много не изменит. Но будет ситуация, где это, конечно, будет менять. Ну, особенно Рига и окрестностей Риги. Очень много это поменяет. Не в всех самоправлениях. В окрестностях Риги есть самоправления, где очень много рабочих мест. Но есть, конечно, там, где приоритет был отдан на то, чтобы развивать просто... Жилье. Ну, жилье, да. Можно так сказать, потому что мы знаем, куда идет подоходный налог. Да, да, да. Так что это важная система. И там надо, конечно, менять. Но, с другой стороны, если посмотреть, ну, сама реформа, некоторые части этой проблемы будет решать. Надевайте наушники. Давайте примем звонки. Доброе утро. Слушаю вас, пожалуйста. Здравствуйте. Доброе утро. Да, пожалуйста. Да, пожалуйста. Вопрос к вашему гостю. Да. О работающих в госсекторе. Тем более он ранее высказывался о работающих в госсекторе во время эпидемии. Вот. Значит, я достаточно много лет работал в госсекторе. Причем и на учреждениях, и в госперсиоприятиях. На разных должностях. И обратил внимание на то, что в администрации зачастую работают люди, которые не имеют, скажем, инженерного или экономического образования. При этом принимают судьбоносные решения, ставят свои подписи на какие-то хозяйственные дела. И примеров очень куча. Можно даже это увидеть в интернете. И вопрос такой, мнение вашего гостя. Влияет ли на работу в госсекторе, на развитие в государстве в целом, если работающий в госсекторе не имеет соответствующего образования и квалификации? Спасибо большое. Но это, наверное, более широкий разговор, возможно, о каких-то изменениях в госуправлении в свете того, что сейчас многие увидели, что, оказывается, можно виртуально очень работать эффективно. Вот вообще ваши мысли на сей счет? Ну, вопрос о том, что влияет ли образование конкретного работника на его проективность, это, наверное, очевидный вопрос. Конечно, влияет. Хотя я видел очень много очень хороших работников в государственном управлении, которые я не знал, как и у их предыдущего образования, был потрясен, как они выполняют некоторые функции, не зная. Например? Ну, были люди, которые, например, в образовании, в естественных науках, работали и с юридическим вопросом, и очень хорошо справлялись, и очень хорошо предлагали некоторые очень такие трудные даже решения, которые иногда... Свежим взглядом посмотрели на это дело. Да, да, которые важны. Так что, так это, можно сказать, ситуация, конечно, зависит от конкретного работника. И в государственном управлении квалификации и работа каждого работника оценивается каждый год. Каждый год их работодатель оценивает, достигнут ли те направления, задачи, которые были обозначены. Люди и увольняются из-за этого, что не достигли, не ходили. Каждый год этот процесс происходит. Я думаю, что это одна из систем, которая очень хорошо работает, и мы должны, если смотреть, например, в свете развития, как будет развиваться и управленческая система в самоуправлении, тоже и в самоуправлениях вкладывать принципы, что каждый год надо оценивать работу, каждый год задавать новые задачи. И это хорошая система. Как это вообще будет меняться? Ну, понятно, что число жителей Латвии постепенно уменьшается, и государственный и самополимедческий сектор, он должен будет уменьшаться тоже. Мы не можем продолжать работать в ситуации, что остается тоже число работников, мы просто это не можем финансировать потом. Но это вопрос не механический, это вопрос, что мы будем делать, чтобы улучшать систему организации труда в секторе самоуправления, сектора государства. Это вопрос внедрения технологии. То, что мы видим, например, в нашем министерстве, мы уже в предыдущем году, это, можно сказать, пророчество, мы сделали свою систему отделенной работы, и она очень нам помогла в этом, в этой кризисе. Люди могут выполнять эти функции, работая везде, они могут и работать вместе, даже находясь в каждой своей спальне, но работать вместе, используя технические платформы. Люди просто должны знать, как это исполнять. Есть очень много технологий, которые помогают, и, например, там всяких в инспекциях и других учреждениях, которые работают, чтобы контролировать какие-то процессы, есть технологии, которые помогают, и это уменьшает нужду исполнять так много человеческого труд. Но это постепенный процесс внедрения технологий, обучения работников, и это дает и возможности уменьшать в целом работников. Государство, два года назад, правительство приняло решение о уменьшении числа государственных работников. Этот план выполняется, и в конце этого года за три года будет уменьшено на 6%, но это немало. Вы не раз выступали уже про технологию за электронизацию, за переход в дигитальный вид и, в общем-то, за новые технологии. Можно ли сказать, что сейчас вот эта ситуация с пандемией, она, ну, так подтолкнула и пошла на пользу этой ситуации, потому что то, о чем говорили раньше, может быть, нет, нет, это невозможно, учеба удаленная, это невозможно, работать удаленно министерство не может, или там самоуправление. А сейчас ситуация показала, что нет, все возможно, и теперь уже никто не может сказать, что это нельзя, а тут нельзя. Конечно, будет и сферы, где, я надеюсь, что мы возвратимся к очному контакту, не только будем и заочно работать. Например, образование из одной из этих сфер, я как родитель 10-летней дочери очень надеюсь, в сентябре не будет отделенное обучение еще продолжаться. А мы как все надеемся, да, по этой же причине, да? Так что, ну, это другой вопрос. Но есть, конечно, сферы, где видно, что мы можем, все переходи на эту заочную работу, и больших проблем не будет. Ну, например, я очень, там, неделю назад главный государственный нотариус регистра предприятий сказал, ну, будет приходить, изменения теперь приняты уже в законе, и можно будет подавать заявку на регистрацию только электронно, или, если не электронно, идти к нотариусу, плати работе. Они не будут больше принимать в бумажном виде. И почему они могли бы такое решение не принимать? У нас два месяца регистрация работала, можно было только электронно подавать, а число заявлений не пало. Все осталось тоже. Люди просто, если надо, электронно, мы, да, конечно, будем подавать электронно, нет проблем. Нет проблем, да. Нет проблем. И получается, что мы иногда просто ждем какие-то сигналы, которые уже пришли. Люди все могут делать, и работники учреждений тоже все могут делать электронно и работать, и нет там проблем. Конечно, остается, будет всегда оставаться нужда и очного контакта, необходимости, есть такие услуги, которые нужно оценивать. Ну, это вопрос, где все будет оставаться. Но я думаю, что в целом и государство, и самопределение увидели возможности в этом ситуации. Давайте будем принимать еще звонки. Доброе утро. Слушаем вас, пожалуйста. Так, доброе утро. Очень коротко попросим, только времени мало. Да, да, быстренько. Мне бы хотелось узнать, вот с других богатых самоуправлений в помощь, ну, как бы, отстающим самоуправлениям, а в Латвии такие есть богатые самоуправления, в которых помощь жителям оказывается даже выше, чем рижанам. Вот изымается ли оттуда какие-то миллионы? Спасибо за ответ. Изымается. По-моему, 13 самоуправлений, если мне память не изменяет. Ну, сейчас 13 после реформы, наверное, 7, ну, просто самоуправление становится побольше. Да, есть, ну, самую большую сумму, если сравнить с бюджетом, платит край Гаркал, 24% их бюджета уходит на фонд выравнивания финансов. Ну, Маарупе, Тякова. Ну, все эти вот рижские окрестности. И Венспилс. Такой может быть, да, кстати, такой может быть вопрос и Юрмала. Юрмала. Да. Такой может быть вопрос связанный с тем, что впереди у нас выборы в Рижскую Думу неочередные. Мы знаем, что недавно вот прошли аудиты в этот крупных капитал-сабире, в общество капитала. И многих взволновало, особенно, естественно, рижан, вот это предложение аудиторов, что вот надо бы самоуправлению рижскому подумать, не выйти ли мы из Рига с наму пару анекций, состава вот этих, ну, то есть, фактически намек на необходимость приватизации. Вот что вы по этому поводу думаете? Нет ли опасности, что все это вот там приватизируется? Потом дойдем, что будем приватизировать все леса тоже. Ну, закон говорит, что каждые пять лет и самоуправление, и государство должно в любом предприятии оценивать снова, должна ли она продолжать и быть собственной конкретного предприятия. Это просто часть нормального процесса. Сейчас временная администрация подготовила эти все аудиты, есть будет привлечение, конечно, само решение будет принимать уже новую думу. Это нормальный процесс, это политические решения, и временная администрация не политические институции, они не должны таких политических решений принимать. Я сам считаю, что решение там приватизации Рига с нам парвал, ну, я думаю, что это, ну, не соответствует тем нуждам, которые сейчас есть жителям Риги. Рига с нам парвал, конечно, предприятие с очень многими проблемами, там очень много чего надо менять. Но, учитывая тот процесс, который уже за предыдущие 20 лет проходил в Риге с нам парвал, предприятиях, которые были перед этим, там сейчас нужны изменения, чтобы люди могли сравнить, есть ли необходимость выбрать этого хорошего самоприленческой компании, или они хотят как конкурентную частную компанию. Это не вопрос приватизации самой компании. Хотя, например, в Таллине все, или в Эстонии нет самоприленческих компаний в управлении домов. Вообще нет, да? Вообще нет. Там все занимаются только частной. В большинство случаев сами люди управляют своим домом. Вообще-то, я считаю, это самым хорошим в деле, тогда есть ответственность побольше. Но у нас, вы знаете, иногда соседи друг другом не говорят, как они будут вместе управлять. Ну, кстати, вы о Таллине упомянули, там и все приводят пример всегда, там и общественный транспорт бесплатный. Да-да, но у нас… Даже там транспорт скромнее вообще, сами троллейбы с автобуса, да? Да, но у нас тоже почти 90% людей продвигается в транспорте бесплатно. Так что там, ну, изменения не такие большие. Так что, ну, да, да, это модель Таллина. Не только сейчас, вообще-то распространение общества на транспорт и использовать побольше, это большая и политическая нужда. И в Риге особенно, в Риге большие проблемы с качеством воздуха, и самые большие проблемы возникают именно из частного транспорта. У нас число частного транспорта растет каждый год, каждый год. и в этой ситуации, ну, как бы, мотивировать людей переходить на общественный транспорт – это очень важная функция города. Ну, лето, мне кажется, показывает хорошие такие тенденции уже, какое лето подряд. Раньше мы видели увеличение количества велосипедистов на улицах. Да. Вот это, может, не нравилось сейчас, это и самокаты, и скутеры. В общем-то, мне кажется, что люди достаточно активно и с открытыми глазами смотрят. Ну, это вопрос и инфраструктуры, ну, есть побольше возможностей продвигаться с велосипедом, и люди побольше используют, и будет еще побольше. Ну, например, временно администрация сейчас будет ремонтировать улицы Брунинека, там тоже будет велодорожка, будет ремонтироваться улица Чака в этом году. Ну, а на Чака отказали же. Будет, будет, будет. Будет? Да, да. Так что будет велодорожка, и все, получше. Ну, это хорошая новость для велосипедистов. Нам пора заканчивать уже, звукорежиссер говорит. Последний вопрос, наверное, задам по поводу как раз-таки загрязнения. Министерство в том числе и за окружающую среду, и мусор отвечает, в общем, если глобально так говорить. И многих волновал вопрос количества перчаток, количество масок сейчас, которые выбрасываются. То есть зеленое, вот все, что Грета делала в прошлом году, как-то в этом году, за последние три месяца никто особо не вспоминал об этом. Ну, с другой стороны, мы поменьше ехали, совсем мало летаем сейчас. Так что там есть и позитивные факторы. Но, конечно, сам фактор, что мы используем пластиковые изделия побольше сейчас, это факт. И это, конечно, будет иметь свое влияние на окружающую среду. Мы очень надеемся, что не увидим после этой поры, не увидим там в лесах где-то много выбросенных пасековых там изделий. Ну, сама система сбора мусора работает, полигоны работают. Так что с этим мусором справиться возможно. Ну, самое главное, чтобы люди сами были ответственны и в этой ситуации понимали, что это очень... Ну, например, там перчатка, она будет разлагаться в окружающей среде тысячи лет. И если вы просто выбросили ее, это, ну, будет всегда оставаться там. Если этот уйдет на полигон, она будет перерабатываться, и мы получим новые продукты. В общем, сортируйте мусор, ничего нового. Сортируйте мусор, да. Пора заканчивать. Нам министр охраны среды и регионального развития Юрий Спутсов был у нас. Спасибо. Всего хорошего.